Уже в день Лачплисса латвийцы смогут увидеть первые результаты проекта по освещению памятника свободы. Пожертвования на то, чтобы монумент не терялся в темное время суток, собирали целый год. И уже началась проработка деталей. Архитектор Аустрис Майлайтис показывает строителям места, где планируется установить осветительные фонари для памятника свободы. По обеим сторонам аллеи растут очень старые голландские липы. Поэтому нужно понять, как далеко простираются их корни и где именно можно устанавливать прожекторы. Сейчас мы изучаем обстановку. По-прежнему продолжается работа над проектом. Теперь уже над детализированным проектом. Разработана концепция и подан так называемый минимальный проект строю права. Проект по освещению памятника свободы – идея бывшего президента Валдеса Затлерса. Монумент был возведён на народные пожертвования. И сейчас на его подсветку собрано более 41 тысячи евро. Из-за пандемии COVID-19 мероприятия 11 и 18 ноября не состоятся. Зато рижане смогут увидеть памятник свободы в новом свете. 11 ноября мы попробуем эту подсветку в тёмное время суток. Люди могут приходить и смотреть. Будет подсвечен образ свободы, обелиск и другие группы образов. Вот фотография, где образ свободы в темноте. Этот снимок сделан в ноябре прошлого года. На второй фотографии можно увидеть, как образ свободы и остальной комплекс будет выглядеть при включенных прожекторах. Я призываю людей приходить и наслаждаться, а позже высказать своё мнение. Мы будем рады получать отзывы на адрес фонда. Высота памятника свободы более 42 метров. В него входят 13 скульптурных групп. Сергей Герасимов, Витан Страты, Никита Алексеев, Латвийское телевидение.